Однако, здравствуйте. Сегодня хотелось бы продолжить, наверное, разбирать наших спецов островных, потому что скоро остров. У нас он тоже уже скоро начнется, потому что сейчас, если открыть, посмотреть анонс чемпионата, осталось три дня. На следующей неделе уже что-то будет продолжение этого острова, скоро будет регистрация, скоро будет созыв, много чего интересного будет. Но сейчас, наверное, нужно доделать все обзоры на островных муравьев, скорее всего, не успеют до острова. Но в течение острова, помимо островного контента, еще также будет и истории про муравьев. Поэтому давайте приступим. Но сначала я бы хотел сказать немного о другом. Дело в том, что многие игроки хотят приобрести какие-то пакеты в игре. Это может быть какой-то пакет из этого списка, споры, дикое существо, гены, бактерии и так далее. А может быть световой контакт, малинка, план роста, дикое воспитание, что угодно. И за все это приходится платить. Но я хотел бы сказать вам, как сделать это выгоднее для того, чтобы получить не просто покупку, но еще и сделать это с хорошим кэшбэком. Для того, чтобы получить кэшбэк за любое вложение в эту игру, мы с вами переходим на страницу Play Market. Это находим приложение AppGallery, устанавливаем его. И после этого проходим небольшую регистрацию, открываем приложение, находим наших любимых муравьев, устанавливаем их, запускаем, проходим небольшой курс молодого бойца. Первые несколько заданий выполняем, после чего мы переходим в профиль и вводим свои данные, привязываем аккаунт и загружается наша страница. Наши муравьи, ваш конкретный муравейник, тот, которым вы играли до этого. После чего можно совершать любые покупки в муравьях. И как раз, если вы играете через AppGallery, то при любой покупке у вас будет кэшбэк до 30% по пятницам. 1 рубль равен одной монете Huawei. Как раз за этот кэшбэк вы будете получать на ваш бонусный счет монеты Huawei до 30% от стоимости вашей покупки. И смотрите, здесь есть ограничения, да, за каждый потраченный 200 рублей получаете 60 монет. То есть вы купили 2 монеты, там малинку, еще что-то купили, какой-то пакет и получили какой-то бонус. Но смотрите, 30% здесь есть список игр. Наши муравьи входят в список игр на этой неделе в 15%. Надеемся, что на следующей неделе будет 60%, ой, 30%. И смотрите, есть правило акции. Здесь небольшое ограничение. Мне бы хотелось вам донести самое главное. Это то, что количество монет ограничено. Это 11 миллионов 700 тысяч монет всего. Поэтому если вы планируете получить кэшбэк за любое вложение, то нужно поторопиться, нужно успеть. Ссылку на эти правила, на эту акцию я оставлю в описании под видео. Смотрите, и может быть кому-то будет интересная и полезная данная рубрика. А сейчас давайте вернемся к нашим муравьям и посмотрим, что же здесь такого интересного у нашего нового спеца. Поговорим теперь о нем. Итак, теперь погнали про муравья. Кого же мы рассмотрим? Где он? Есть. Вот он. Гнамтагенис мордокс. Будем называть его просто мордой. Чем он хорош? Чем он плох? Давайте с вами разберем. Ну, во-первых, да, морду многие хают. Никто ее не лелеет. Все говорят, что это плохой муравей. Давайте разберемся, на самом ли деле это так. И, может быть, просто его используют неправильно. Или же на самом деле он такой хороший. Давайте быстро пробежимся по навыкам. И посмотрим, стоит ли его рассматривать, как муравья, которого мы с вами поставим в основу. Первый навык у нас, как обычно, увеличивает очередь доминирования. Второй навык. Так, что он делает? Одна случайная очередь врага в радиусе действия. Дальность 3. Ну, это танк. Танк и универсал. Нам его нужно ставить в первую линию. Что делает этот навык? Когда очередь спецмуравья подвергается обычной атаке, 100% шанс снизить наносимый урон случайной очереди противника на 20% на 2 раунда. То есть, получается, что нас ударили, мы с 100% шансом какой-то очереди снизили на 20% урон на 2 раунда. Здесь нигде не написано про то, что этот навык может складываться. И также, получается, когда наша очередь подвергается, первая линия врага ударила нас, подвергся с шансом 100% снизил урон. Вторая линия ударила, опять снизили. Третья линия ударила, опять снизила. При этом, каждая линия может ударить 4 раза. Ну, до 4. Если там стоит стропон, то может и больше раз ударить. Вот не совсем понятно это, но, скорее всего, это действует 1 раз. Первый раз, когда нас бьют на 2 раунда, снижают на 20%. Это неплохо, но немножко хотелось бы большего. Давайте следующие навыки посмотрим. У нас атака-защита на 30%, классическая для муравьев-универсалов. Пятый навык, чем он хорош. Шанс 60% исцелить. Очередь, в которой находится спецмуравей, доля лечения 220%. Шанс нормальный, процент лечения нормальный. Но только лечение в муравьях, оно работает достаточно странно. Не знаю, правильно это или нет, но лечение не воскрешает мертвых муравьев. Поэтому шанс лечения на 220%, все это хорошо, но лечение почему-то еще не играет. И крайне мало людей, которые скажут, что лечение топ. Нет, лечение не топ. Топ сейчас это защита, здоровье и урон. Все остальное постольку поскольку. Даже иногда боевая скорость меньше решает, чем здоровье. Но мы не об этом пришли поговорить, а о конкретном муравье. Следующий навык у нас лидер колонии. Лидер колонии увеличивает, когда спецмуравей возглавляет очередь, увеличивает атаку и защиту на 10, здоровье на 17. Добавляет всего два навыка. Спецы конкретных родов войск, они добавляют три навыка. Здесь два. Но тем не менее, это здоровье и атаку и защиту, в принципе, достаточно неплохо. Но, как всегда, можно было бы и лучше. Смотрим у нас седьмой навык, который действует на всю очередь, на все три линии. Когда спецмуравей в отряде здоровье плюс 15. Ну, это нормально, так же, как зуб, как бамбук. И последний навык, восьмой, что он у нас делает. В начале боя защита всего нашего отряда увеличивается на 60. И в течение первых трех раундов очередь спецмуравья получает на 25% меньшего урона от обычных атак и навыков. Вот этот навык действительно хорош. Он всему нашему отряду увеличивает на 60 защиту. Это хорошо. Мы будем меньше получать урона. Далее на 25% первые три раунда он получает меньше урона. Опять хорошо. Первая линия, в которой он будет стоять, будет дольше жить. Ну, на этом все. У этого муравья нет ни одного ударного навыка. Это очень плохо, потому что такие муравьи хорошо себя показывают в защите. Там, где нужно получить урона меньше, чем нанести. Главное, чтобы нас не пробили, не пробили полностью, не уничтожили. Это неплохо использовать его в обороне гарнизона своего. Просто в обороне его. И даже не в первом отряде. А, наверное, лучше использовать его во втором отряде. Потому что первый отряд его просто снесет. Если он будет в основе стоять в первом отряде. Хотя, может, и наоборот, благодаря ему остальные гарнизоны будут жить. На огурце можно его использовать. Но только в том случае, если он стоит в защите. Если вы высылаете подкрепление, а не нападаете на огурец. Просто за счет того. И, опять же, даже вот предположим, да, он стоит на огурце. Он хорошо себя будет чувствовать на огурце. Только тогда, когда по вам бьют. И не пробили. Если... Но при этом враг, он тоже будет оставаться целым. Вы просто удерживаете этот огурец. Его лучше, наверное, будет использовать, скажем, на защите. На защите башен на острове. Там немного по-другому работает режим ПВП. И на огурце, так же, как и в гарнизоне, в нашем муравейнике. Легко раненые бойцы, они после окончания битвы возвращаются в строй. А на острове нет. Легко раненые бойцы, они возвращаются к вам домой. И после этого возвращаются в строй. Вот как раз с этим муравьем меньше будет легко раненых муравьев. За счет этого он, по моему мнению, он подходит только для того, чтобы стоять в обороне. И в обороне там, где нас будут бить, но не очень сильно. Где у нас будет хоть какое-то преимущество. Там, где не так жалко потери бойцов. Вот здесь он может сыграть. В других моментах, мне кажется, он не самый лучший. Если собирать отряд из универсалов, давайте к универсалам вернемся, то в роли танка лучше, наверное, поставить Зуба. Либо Бамбука. Они лучше отыграют роль танка. Это те муравьи, к которым мы уже привыкли. Вот именно для ПВП. Когда нам нужно не только в оборонке поставить, но и напасть. Во вторую линию неплохо, ну даже как неплохо, хорошо встанет Компот, например. В третьей линии можно поставить Сахарка. Можно поставить Джека. Но напомню, что мы смотрим только универсальных бойцов. Также во вторую линию можно поставить Панциря. Это будет гораздо лучше, чем использовать Муравья Мордокса. Поэтому, ну опять, как и повторюсь, это решать только вам. И ставить, не ставить его. Я вам сказал, где он будет лучше отыгрывать. Просто в основном отряде, который идет на атаку, он не будет играть вообще. Оно вас только разочарует. Что ж, наверное, пришло время прощаться. В описании под видео есть ссылка на Дискорд, где можно пообщаться и обсудить и этого Муравья, и других Муравьев. Также в описании под видео есть много других ссылок интересных и полезных. Там и официальный сайт игры, и ссылка на новость от Huawei, очень интересная. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем хорошей игры, удачи, да пребудет с вами Сила! Спасибо. Спасибо.